Слава нашему Господу! Первая из них записана в Бытие, в 17 главе, с 1 стиха. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». «И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал». Это одно место, которое мы с вами прочитали. Второе место, которое я хотел бы прочитать, это записано в Матфея, 22 глава. И здесь записана, значит, 22 глава, 33 стиха. «И слыша народ, дивился учение его. А фарисей услышал, что он провел в Саддуке его молчание, и собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Я не думаю, что я вам скажу сегодня что-то новое. Наверное, никому из нас никто ничего нового не скажет. Многие из нас уже десятилетиями ходят в собрания. Многие из нас Библию знают практически наизусть. И поэтому иногда у меня дети спрашивают, «Ну зачем мы ходим в собрания?» Я вам такой пример провожу. Наше духовное состояние, оно, знаете, как шарик, который мы надуваем. Вот ртом надуваем шарик, да? То есть в магазине гелием шарик надувают. Если его отпустить, он сразу уйдет высоко. А шарик, который мы сами надуваем, вы обращали внимание, что если его подбросить, он летит вверх. А потом он опускается вниз, да? И чтобы он пошел опять вверх, его надо опять ударить. И он опять идет вниз. Вот наше духовное с вами состояние, оно похоже на это. И когда мы проходим собрание, мы проходим для того, чтобы немножко духовно приподняться, чтобы сказать своему брату или сестре, которого во Христе я имею в виду брат или сестра, сказать, что брат, ты правильно делаешь, что служишь Господу, я рад тебя здесь видеть. Вот. И вот для этого мы проходим собрание. И поэтому, как я уже сказал, наверное, ничего нового сегодня я опять не скажу. Но еще одно место хочу прочитать. Это, наверное, не просто один какой-то стих, это целое такое событие. Но я не буду его читать полностью, я его, так сказать, быстренько пройду. В 38 главе Иеремии начинается такое событие. Когда пророк Иеремия проповедовал народу израильскому о том, что придут халдеи, что они возьмут Иерусалим, что все пойдут в плен за свои грехи и беззакония, всем это не нравилось. И вот здесь 38 глава, 5 стих. «И сказал царь Сидейка, вот он в руках ваших, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме-то и не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». Это немножко другая тема. Я представляю состояние Иеремии на тот момент. Человек, с которым Бог имел близкое общение. Человек, которому Бог прямо говорил. И, наверное, возможно, у Иеремии много вопросов возникло, а может быть и нет. Я думаю, что если бы я был на месте Иеремии, и Бог со мной бы разговаривал, так как с Иеремией, и меня опускали в лес, написано, и погрузился Иеремия в грязь. Это не наступил на грязь, а погрузился. Это значит, он конкретно туда влез. Может быть, по колено, может быть, по пояс, а может быть, вот так вот. Нет, я не знаю, сколько там грязи было. Но, наверное, у меня было бы много вопросов к Богу, там в яме, в грязи. Но мне кажется, что у Иеремии, мне кажется, не было вопросов. А почему? Я думаю, немножко позже мы придем к выводу, почему. И вот, значит, Иеремия сидит в этой грязи, и дальше седьмой стих, и услышал Авдимилех Ефиоплянин. Насколько я понимаю, это, наверное, был какой-то просто негр, слуга какой-то, если он был Ефиоплянин. Один из евнухов, находившийся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. А царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимилех из дома царского и сказал царю, «Государь мой царь, худо сделали эти люди, что так поступили с Иеремией пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». И царь дал приказание Авдимилеху, я здесь буду немножко пропускать, значит, Авдимилех взял с собой людей, взял веревки, какие-то старые тряпки. То есть он был инициатором того, чтобы вытащить Иеремию с этой ямы. Это была его идея, этого Авдимилеха. И 13 стих, «И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи». И вот как будто вот здесь заканчивается вот за Авдимилеха все, да, вот вроде бы все, Авдимилех как бы куда-то пропал со страниц Библии. Но вот здесь уже в 39 главе, в 15 стихе записаны такие слова, «В Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне, «Иди скажи Авдимилеху и Ефиоплянину», вот тому, который его с ямы вытащил. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Вот я исполню слова мои о городе Сем, во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими, но тебя я избавлю в тот день», говорит Господь. То есть, что должно было произойти? Должна была произойти большая война. Вы знаете, мне кажется, война раньше была страшнее, чем сейчас. Сейчас там какой-то солдат встал, непонятно откуда стрельнули, голову пробили, упал, децит. А тогда к тебе должны были подойти и вот таким большим ножом тебя зарезать. Кишки там вываливались и все такое прочее. Мне кажется, война раньше была страшнее, чем сейчас. И вот Бог говорит, что это все произойдет перед глазами твоими. Этому негру Авдимилеху Бог говорит, это все произойдет, и ты это увидишь. Но говорит, но тебя я избавлю в тот день. И ты не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Бог знал, что этот Авдимилех боится всей этой войны. И Он говорит, ты не будешь предан в руки этих людей. Я избавлю тебя, и ты не пойдешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, говорит Господь. Мы еще вернемся к этому месту. Не так давно, сегодня у нас уже 3 октября, да? Не так давно, 22 сентября, я разговаривал с одним человеком, он мне сказал, ты знаешь, все говорят, что завтра должно, то есть 23 сентября, должно произойти что-то ужасное. Вот не знает никто, что должно произойти, но что-то ужасное должно произойти. Я говорю, да я не знаю, может произойдет, может нет. Нет, это точно все говорят. И действительно, я потом позже узнал, что некоторые люди с нашей церкви, молодежь, некоторые боялись идти в калыч, потому что что-то должно случиться. Я знаю как минимум одного взрослого человека с нашей церкви, который не пустил своих детей в школу 23 сентября, потому что что-то должно было случиться. Но прошло 23 сентября, ничего не случилось. Потом позже этот же человек, с которым я разговаривал, он мне говорит, говорят, что 28 сентября должно теперь, не 23, тут чуть-чуть перепутали, 28 сентября должно что-то случиться. Ну да, случилось 28 сентября, мы там машину на Акшене купили. Больше ничего не случилось на тот день. Вы знаете, я ничего не жду в Америке хорошего. Я вам прямо говорю. Я лично ни в Америке, ни в мире в ближайшие годы я ничего не жду абсолютно хорошего. Но когда я думаю о всех этих событиях, в откровении написано, по-моему, по-моему, в откровении написано, что люди будут что делать? Издыхать от страха. Матфея, да? Да. Вот брат подсказывает Матфея. То есть, действительно, Иисус Христос знал, и Он говорит, что будет страх у людей. Люди будут бояться, потому что что-то должно произойти. Что-то будет ужасно. И они, это не то, что это какие-то глупые ожидания, и действительно ничего не будет случаться, мы с вами все будем жить хорошо. Нет, будет случаться. Будет случаться, но не надо назначать даты. Вот. Будет случаться, и будут случаться страшные вещи. Но когда я думал вот на эту тему, мне вспомнилось вот это место, которое мы с вами его первое прочитали, когда Авраам, значит, ходил перед Богом, здесь написано, и Бог, обращаясь к Аврааму, говорит такие слова. «Ходи предо Мною, и будь непорочен». Это первое место, которое мы с вами прочитали. Второе место, которое мы с вами прочитали, это записано от Матфея, когда Иисуса Христа спросили, какая первая заповедь? Он говорит, «Возлюби Господа Бога твоего». И вы знаете, когда я думаю над всеми вот этими местами, которые мы с вами сегодня прочитали, то у меня вырисовывается одна только как бы линия, или одна мысль. Еще одно хочу прочитать, тоже интересное событие. Оно записано в Исайи. Значит, это записано Исайя, 37 глава, 26 стих. Там, во времена языки царя, прошел один другой царь, и который говорил языки и прочим иудеям, на кого ты надеешься? На кого ты собрался уповать? На того Бога, который там жертвы проносят? Ты на Него собрался уповать? Ты посмотри на всю мою работу, ты посмотри, сколько царств уже лежит в руинах, мы захватили все. И вот такие слова он говорил языки. И языки послал некоторых людей к Исайи пророку помолиться. И здесь вот Бог говорит этим людям такие слова. Он здесь, Бог, много говорит, но я прочитаю 26 стих. «Разве не слышал ты?» Это Бог обращается к тому халдейскому царю. И говорит, Бог говорит, «Разве не слышал ты, что я издавна сделал это и в древние дни предначертал это, а ныне исполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин». То есть, что происходит? Бог говорит, обращаясь к этому царю, Он говорит, «Слушай, я давным-давно, у меня это было все в плане». Давным-давно. Бог говорит, «Я в древние дни это уже предначертал, а сейчас ты просто это исполняешь». И дальше 28 стих, Он говорит, «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против Меня. И за твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удило мое в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, к которой ты пришел». Здесь эта глава заканчивается тем, что когда этот царь поклонялся в доме своего Бога, его сыновья его же убили, а сами убежали в другую страну. Вот так заканчивается история этого царя, который не имел почтения к Богу Израильскому. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, как я уже сказал, ничего хорошего я не жду. Ни в Америке, ни в мире ничего не жду. Но из этих трех мест или четырех мест Писания мы можем пройти к одному выводу. Бог давно уже все предначертал. Это первое. Поэтому, когда что-то в мире будет случаться, все, что мы должны сами себе сказать, что я могу себе сказать, Яков, спокойно, все идет по плану. По чьему плану все идет? По Божьему плану. Все идет по плану. Наша с вами сегодня задача, где-то есть в Библии место такое, не страшитесь, да? Таких мест много. Наша с вами сегодня задача. Первое, Бог говорит, «Ходи предо мною и будь что? Непорочен». Непорочен. Это первое. Сегодня нам не нужно переживать за то, что завтра что-то случится. Сегодня нам нужно переживать за то, чтобы быть непорочными перед Богом. Это первое, что мы с вами должны сделать. Второе, мы с вами прочитали такую историю про этого Ефеоплянина, который вытащил Иеремию из ямы. Я хочу опять прочитать эти буквально несколько стихов. Интересные слова Бог здесь обращает к нему. Вот здесь 18 стих. «Я избавлю тебя, и ты не пойдешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи». Я хочу здесь остановиться. Я глубоко уверен в том, что наша молодежь не понимает, что здесь написано, потому что они родились в Америке. Что такое добыча? Когда люди шли на войну и побеждали какой-то народ, у того народа они забирали золото, скот, все имущество, забирали все. И вот это все называлось добыча. То есть люди шли с войны, шли с победой, и еще шли, набрали у другого народа, набрали все, забрали все, что можно было забрать. Вот это называлось добыча. Но здесь Бог говорит, и душа твоя, то есть жизнь твоя, останется у тебя вместо добычи. То есть этому человеку, Ефиоплянину, Авдимилеху, Бог не сказал, знаешь что, ты выйдешь, у тебя будет много с собой золота, у тебя будет с собой много имущества, ничего этого Бог ему не обещал. Бог сказал, что я сохраню твою жизнь. Это все, что Бог пообещал. Среди всего этой страшной войны, которая должна была произойти, среди всего, что там должно было значит сбыться, Бог говорит, я сохраню твою жизнь. И дальше вот эти особенно последние слова, они мне очень нравятся. Почему? Потому что Бог говорит, потому что ты на меня возложил свое упование. первая вещь, что мы должны делать, беспокоиться о том, чтобы быть непорочным перед Богом. Вторая вещь, Бог говорит, за то, что ты на меня возложил упование свое. А третья вещь, я хочу на ней остановиться немножко больше. В Римлянам 8 глава, 28 стих. записаны такие слова, которые мы все знаем наизусть. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот здесь на этом месте я хочу чуть-чуть больше остановиться. Интересные такие слова записаны. Притом знаем, что любящим Бога. я сегодня не хочу говорить о Пятой Заповеди, но я проведу пример на Пятой Заповеди. Вот я хочу спросить буквально всех, молодежь, взрослых, один вопрос. Кто видит разницу между послушанием родителям и почтением родителей? Есть разница в этом или нет? Есть. Я вам скажу большая разница. большая разница. Можно слушаться родителей, можно их идеально слушаться, исполнять все, что они говорят, каждое их слово, но в душе не иметь никакого к ним почтения. Я хочу прочитать еще одно место, интересное место, это записано в Иоанна, и я бы сказал, наверное, не интересно, а страшное, наверное. это правильнее назвать его страшное место. Евангелие от Иоанна, 5 глава. 42 стих. Но я немножко начну раньше, я начну буквально, здесь не буду читать все подряд, начну с 7 стиха и буду очень много пропускать, экономя наше время. Значит, здесь был человек, находившийся в болезни 38 лет, в купальне, да, и его находит Иисус Христос, и узнал, что он долгое время лежит, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» 7 стих. Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имея человека, который попустил меня в купальню, когда возмустится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». 8 стих, Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он сейчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Кто это говорил? Иудеи. Они соблюдали субботу? Соблюдали. Они сказали, «Ты не должен носить постель день субботний?» Как вы думаете, иудеи соблюдали еще какие-то другие заповеди, которые мы считаем, что их нужно соблюдать? Соблюдали или нет? Я думаю, соблюдали. Это были люди, которые старались более-менее серьезно исполнять заповеди Господни. Сегодня я стою на этом месте, я хочу официально всем сказать, что я за исполнение заповедей. Дальше, что я буду говорить, это не отменяет исполнение заповедей. Я за то, чтобы в каждом из нас соблюдались постоянно. Но мы немножко с вами прочитаем дальше. 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть и Иисус. 16 стих. Истали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, отец мой доныне делает и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Здесь я буду пропускать очень много. Здесь Иисус Христос говорит такую довольно длинную речь. И здесь я читаю 42 стих. Иисус Христос обращается к этим иудеям, говорит довольно много там, прочитайте дома. И во 42 стихе он говорит страшные слова этим людям, которые соблюдали субботу, которые исполняли все заповеди. он им говорит такие слова. «Но зная у вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Вы знаете, это действительно странные, страшные слова. Я провел пример на пятой заповеди. И мы все согласились на том, что слушаться родителей и почитать родителей это большая разница. Почтение к родителям интересно Бог заповед дал. Он не написал там слушаться родителей. Да, слушаться родителей это по-английски говорят обязательно included. Обязательно. Вы не можете почитать родителей и в то же самое время не слушаться их. Конечно, если вы еще не женаты или не замужем. Это невозможно. Это разные вещи. Вы не можете сказать отец или мать, я тебя очень люблю и очень почитаю, но все, что ты говоришь, я делать не буду. Это не имеет смысла. Поэтому Бог, зная все эти вещи, Бог пошел намного выше. Когда давал заповеди, Он пошел намного выше. Он сразу сказал, почитай отца и мать. И сегодня на этом примере я хочу, мне кажется, показать одну из вещей, которая с нами может случиться. Мы можем соблюдать все заповеди, и их нужно соблюдать. Я еще раз повторяю, их нужно соблюдать. И в то же самое время кто-то из нас, я не говорю о всех, кто-то из нас, в то же самое время может не иметь в себе любви к Богу. Одна, точнее не одна, а самая первая заповедь, которую мы с вами прочитали, Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего. Павел пишет кремлянам, любящим Бога все содействует ко благу, любящим Бога. Я уже проводил как-то пример насчет царя Давида. Я хочу его провести опять сегодня, опять. У меня этот царь Давид, вы знаете, библейский царь Давид, это очень интересный человек был действительно. Я обращаю внимание на самого себя и прихожу к такому выводу, честно вам говорю, не то, что я отступил от Бога, не то, что я перестал исполнять его заповеди, вроде бы этого нет, но я ловлю себя на том, что в трудные времена жизни я к Богу ближе. Кто-то есть еще здесь такой? Мне кажется, есть. В трудные времена мы к Богу ближе, когда у нас все нормально, когда у нас достаточно денег, когда у нас ничего не болит, когда нам от Бога ничего не надо плотского, когда нам от Бога ничего не надо, я ловлю себя на мысли, что моя любовь к Богу охладевает. А вот этот царь Давид это очень интересный человек. Я не знаю, современные вроде бы ученые провели там, в Библии есть некоторые места, сколько у Давида было золото. И они перевели, так сказать, на те мерки, на сегодняшние мерки, это был ужасно богатый человек. Я даже не знаю, знал ли Давид точно, сколько у него было золота или нет. Я не уверен, что он знал. Он знал, что много, хватит. Но сколько точно, наверное, он не знал. В то же самое время этот человек был на вершине власти. На вершине власти в своей стране. И в то же самое время этот человек говорит такие слова. Я люблю читать псалмы Давида, и он восторгается душа моя к Богу, да, или там жаждет душа моя к Господу. Вы знаете, одно место, я уже, опять же, этот пример проводил уже как-то несколько лет назад здесь на проповеди. Я в одной американской церкви прочитал такое объявление, не объявление, а сайн такой на стене. В переводе с английского он звучит так. Самая ужасная трагедия в жизни это потерять Бога и не скучать за Ним. Не просто не служить Ему, нет, не скучать за Ним. Если сегодня кто-то из нас ловит себя на мысли, что вы встали утром, просто помолились по привычке, да, греховых никаких не делаете, беззаконник никаких в которых исповедоваться каяться, вроде бы нет, вроде бы все нормально, но вы когда-то ловите себя на мысли в том, что какой-то жажды и стремления к Богу у вас в принципе нет, общения такого с Богом, чтобы, знаете, вот иногда у нас бывают такие моменты, едешь на машине, и тебя вдруг прорывает благодарить Бога, я думаю, я думаю, что у некоторых бывают такие моменты, да, и мы едем, просто никого в машине больше нету, мы едем куда-то на работу или с работы, и вот мы благодарим Господа, оно не выдавлено, оно как бы течет из нас, я думаю, что многие такие моменты испытывали, оно просто льется из нас, это благодарение Богу, мы едем, мы, возможно, плачем от того, что мы от радости, что мы знаем Господа, что мы слышит, у вас такая радость, у вас такое общение с Богом, я думаю, что многие наверное этого испытывали, да, и вот мне кажется, что в такие моменты мы чувствуем себя особенно близко к Господу, и мне кажется, вот такие моменты мы можем сказать себе и Богу, больше никому, не то, что я не призываю сегодня выходить здесь перед церковью и говорить, я люблю Господа, очень, не надо этого делать, там вот, когда вы находитесь один на один с Богом, кто-то может сказать, Господь, ты знаешь, как я люблю тебя, не, не за заповеди я говорю, заповеди, это, как я уже сказал, это само собой, это, это, каждый из нас должен исполнять, вопрос, мы можем встать перед Богом и сказать, Господь, вот Бог знает наше сердце, Он видит нас насквозь, да, мы можем сказать, Господь, я люблю тебя, я, мне, без тебя ничего на этом мире не надо, мне не надо никаких денег, если я потеряю общение с тобой, я хочу вот ценить общение с тобой больше всего в этом мире, если у нас есть это, значит, слава Господу, значит, слова Иисуса Христа к нам не относятся, но может быть ситуация, как мы уже прочитали, люди исполняли все заповеди, абсолютно все, даже, наверное, больше, чем мы сегодня с вами их соблюдаем, и Христос говорит, я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу, страшные вещи, просто страшные вещи, люди исполняют заповеди, но не имеют в себе любви к Богу, и сегодня, если у нас есть три вещи, если мы беспокоимся не о том, что произойдет в мире, а если мы беспокоимся о том, как быть перед Богом непорочными, если мы беспокоимся о том, Как возложить своё упование на Господа? И если у нас есть любовь к Богу, не просто исполнение заповедей, а больше. Как почтение родителям больше, чем послушание родителям, так любовь к Богу больше, чем просто исполнение заповедей. Если сегодня у нас есть эти три вещи, непорочность, упование на Бога и любовь к Богу, то нам ни о чем больше не стоит переживать. Возможно, мы выйдем с Америки с какой-то сумкой, если и придется, конечно, я не знаю. Я не говорю о том, что мы все с Америки уедем. Это один бог знает. Но, возможно, нам придется отсюда выйти, может быть, с какой-то одной сумкой и оставить здесь все. Может быть, выкуплены дома у кого-то есть, может быть, машины, так и не успел их продать, ничего. Возможно, такое произойдет. Но если у нас есть три вещи, о которых я уже сказал, значит, у нас все идет по плану, потому что наша жизнь находится в руках Бога, который любит нас и которого мы любим. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам действительно возлюбить Бога всем разумением, всей крепостью и всей душой. Слава Ему за все. Аминь.